Добро пожаловать на канал Рецепты из Тетради! Сегодня мы будем готовить чевапчичи, которые представляют собой небольшие жареные колбаски без оболочки, которые, как правило, подаются с большим количеством лука, белым хлебом и овощами. По сути, это балканская разновидность кебаба, который раньше готовили из рубленого мяса на открытом огне. Сейчас же чевапчичи чаще всего готовят из перемолотого на мясорубке фарша, на сковороде или в духовке. Полный перечень ингредиентов, а также краткую инструкцию по приготовлению, вы, как всегда, найдете в описании под видео. Итак, берем около 1 кг фарша. Предпочтительнее использовать фарш из говядины или баранины, но подойдет и смешанный фарш из говядины и свинины. В фарш необходимо добавить около 100 г лука, любого, красного, репчатого, шалот или пари, это не важно. Главное, предварительно измельчить лук до состояния кашицы, я его просто натираю на терке. Затем добавляем в фарш 2-3 зубчика чеснока, который также предварительно необходимо измельчить. И около 1 чайной ложки смеси черного и душистого перцев. Желательно использовать свежемолотый перец, который имеет намного более яркий вкус и аромат, чем приправа из пачки, измельченная неизвестно когда и как. Не забудьте также добавить в фарш соль по вкусу. Теперь фарш нужно очень хорошо вымесить. Причем не лопаткой или ложкой, а прямо руками, чтобы, во-первых, равномерно распределились все компоненты, а во-вторых, чтобы сделать фарш более вязким. Если у вас есть мощный миксер с насадкой крюк, то, конечно же, можно существенно облегчить себе жизнь и перемешать фарш с его помощью. А еще хорошо перемешанный фарш нужно также хорошо отбить. Просто зачерпиваем его руками и с усилием бросаем на стол или в миску. Я повторяю эту процедуру не менее 10-15 раз. Благодаря этому увеличивается сцепляемость фарша и готовые колбаски не разваливаются при термической обработке. Из отбитого фарша можно начинать формировать сами чевапчичи в виде небольших колбасок. Кстати, если вы хорошо отбили фарш, то он абсолютно не будет липнуть к рукам. Чтобы сделать процесс формирования колбасок легче и удобнее, я предпочитаю не формировать их руками, а перекладываю фарш в кондитерский мешок. При этом, как вы можете заметить, часть фарша я оставляю в миске. Что я с ним буду делать, увидите немного позже. Теперь нам понадобится 350-400 граммов бекона. Желательно сырого, но подойдет и копченый. Выкладываем одну полоску бекона на рабочую поверхность, располагая ее наискосов. Отрезаем кончик кондитерского мешка на таком расстоянии, какой толщины вы хотите получить чевапчичи на выходе. И отсаживаем небольшую колбаску таким образом, чтобы один ее край оказался на беконе. А затем просто по спирали заворачиваем колбаску из фарша в бекон. Точно так же поступаем с остальным фаршем и беконом. Отмечу, что бекон в чевапчичах – это необязательный ингредиент. Поэтому нередко это блюдо можно увидеть в виде обычных небольших колбасок без оболочки. Но с беконом чевапчичи получаются намного вкуснее и сочнее. Поэтому очень рекомендую от него не отказываться. Как я уже говорила, если раньше чевапчичи готовили на открытом огне, то сегодня их чаще готовят на обычной сковородке. Я же сегодня решила выбрать средний вариант. Буду готовить их на улице, но не на мангале, а на раклетнице. А пока чевапчичи обжариваются, возвращаюсь на кухню к оставшемуся фаршу, из которого я решила приготовить котлетки для бургеров. Поэтому выкладываю на рабочую поверхность две полоски бекона, располагая их крест-накрест. Чтобы котлетки у меня получились аккуратной формы и более или менее одного размера, накладываю фарш в небольшую пиалку. Максимально плотно его там утрамбовываю, а затем выкладываю получившийся комок фарша на место соединения полосок бекона. Ложкой слегка сплющиваю заготовку из фарша и оборачиваю ее свободными концами бекона. Получившуюся котлетку в беконе сразу же выкладываю на ту же раклетницу и по такому же принципу формирую остальные котлетки. Сразу же, пока чевапчичьи и котлетки жарятся, можно подготовить и булочки для бургеров. Поэтому сбрызгиваю маслом свободную поверхность раклетницы и выкладываю на нее половинки булочек разрезом вниз, пускай они не спеша обжариваются. Также выкладываю на раклетницу кукурузу и чеснок, которые затем буду использовать в качестве гарнира к чевапчичам и бургерам. А пока все это обжаривается, можно замариновать лук, который отлично дополнит как чевапчичи, так и бургеры. Берем 200 граммов лука и нарезаем его тонкими кольцами или полукольцами. К нарезанному луку добавляем 1 чайную ложку сахара, 1 треть чайной ложки соли, 20-30 мл винного или яблочного уксуса, по желанию и по вкусу добавляем черный молотый перец и 15-20 мл любого растительного масла. Хорошо перемешиваем лук со специями, стараясь его не сильно давить, чтобы кусочки лука не потеряли свою сочность и хрусткость. Перемешанный со специями лук оставляем на столе на 15-20 минут, в течение которых он хорошо замаринуется и сразу же будет готов к употреблению. Но вернемся к чевапчичам, которые уже самое время переворачивать. К этому же времени поджарились и булочки для бургеров, поэтому перекладываю их на тарелку. Еще раз переворачиваю чевапчичи, котлетки для бургеров и кусочки кукурузы. Выкладываю на освободившееся от булочек место новую кукурузу и несколько кусочков помидоров и продолжаю все это богатство обжаривать. Используя все преимущества раклетницы, сразу же насыпаю в специальной сковородочке легкоплавкий сыр, сегодня это моцарелла, и устанавливаю их в раклетницу, чтобы сыр расплавился. Когда чевапчичи приготовились, то есть обжарились со всех сторон, снимаю их с раклетницы и сразу же начинаю собирать бургеры. Обе половинки булочки смазываю соусом. Затем на одну половинку выкладываю кусочек свежего томата, на томат выкладываю немного маринованного лука, на лук водружаю обжаренную в беконе и очень сочную котлету, заливаю котлету расплавленным сыром и закрываю все это великолепие второй половинкой булочки. Сами чевапчичи присыпаю все тем же маринованным луком, украшаю свежим базиликом и подаю с обжаренными томатами и чесноком, ну и с бокальчиком пенного напитка. Не забывайте ставить лайки, если вам понравился этот рецепт. И, конечно же, подписывайтесь. У меня в тетрадке еще много вкусных и интересных рецептов, которыми я с радостью поделюсь. А чтобы было понятно, какими сочными получаются чевапчичи, посмотрите, сколько сока вытекает из котлеты в бургере. Мира всем нам, здоровья и чистого неба над головой! Берегите себя и своих близких! Приятного аппетита и до новых встреч!